Посмотрите, как со всех окружающих гостиниц, со всех отелей, со всех концов города мусульмане собираются в единой точке. Ни у одного народа, ни у одной общины, ни у одной цивилизации на планете Земля нет такого объединяющего фактора, какой есть у мусульман. Миллионы сердец все собираются всегда в одной точке. В любом городе это мечеть, в Медине это мечеть посла Николая Миром и Благословене, а в Мекке это дом Всевышнего Аллаха, священная Кааба. Уважаемые братья и сестры, сейчас мы находимся в мечети нашего любимого пророка Мухаммада в городе Медина. И хотел бы раскрыть вам один секрет, который мало кто знает, только из тех людей, у которых есть именно знания об этой вещи. То есть когда мы приезжаем в мечеть, пророк Мухаммад, видим много людей сидят, тут дети сидят, там взрослые люди что-то читают, повторяют. И все мы думаем, что это именно те люди, которые приехали на Умру или на Хач сидят, повторяют Куран. Но однако здесь в этой мечети около 48 тысяч студентов, которые изучают Куран и сундук рока Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям. Если вы обратите внимание, вот там в том углу сейчас дети изучают Куран, дошкольный период, а потом идет, начиная с первого класса и выше, отдельно для слепых студентов, отдельно для глухих, отдельно для глухонемых, отдельно для тех, которые приехали на Умру и Хач, знают там только 2-3 суры, они могут подойти к шейху и сдать, альхамдуллях, те суры, которые они знают, альхамдуллях. То есть, Маш Аллах, со всего мира более 48 тысяч студентов. За всю историю, за все время где-то около 300 миллионов человек прошли здесь обучение и могут получить сертификат из мечети пророка Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям. И возглавляет все эти кружки наш друг, шейх, имам мечети пророка Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям, шейх Абдул-Мухсин Касим, который сейчас там ведет урок, альхамдуллях. Более 2 тысячи кружков, именно здесь по изучению Кур'ана и Сунны, возглавляет их наш любимый дорогой шейх Абдул-Мухсин Аль-Касим. Поэтому, альхамдуллях, благодарим Аллаху, салаллаху алейхи вассалям, что в Кур'ан, как и все священные, салаллаху алейхи вассалям, в Кур'ану алейхи вассалям, что в Кур'ану облегчил для того, чтобы его люди повторяли, изучали. Поэтому и слепой человек может выучить Кур'ан, и глухой может выучить Кур'ан, и глухонемой может выучить Кур'ан. И это именно ответ тем людям, которые, как мы часто говорим, мне уже, куда, у меня возраст, как я научусь Кур'ан, альхамдуллях. За 2 месяца здесь люди, не говорящие на арабском языке. То есть иностранцы за 2 месяца могут научиться читать и писать на арабском языке. А весь Кур'ан за 2 года, если человек построится уже в мечети, пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, может весь Кур'ан выучить наизусть, как шейх Абдул-Мухсин говорит, каждый день у нас 3 хафиза мы выпускаем. 6 за год, 700 хафизов, они в мечети, пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, пускаем. Баракаллафейкум, джазакам нахайр, саламу алейкум, ахталлаху алейкум.